Девушки отдыхают Правильную мысль в голову населения Смотрите сегодня в антизомби За чей счет банкуют на оккупированных территориях Пока они там даже между собой договориться не могут Россия просто и даже пока запросто так дает Донбассу свой газ Или как хунта с карателями долги молодых республик оплачивали Поставки газа на юго-восток Украины должен оплачивать Киев Как бравые ополченцы на российских каналах с армией США воевали До этого я видел только в американских фильмах и в интернете Здесь имел счастье понаблюдать Кому выгодно петь песни о священной войне? Надо понимать, что это не война Бандеровцев со Славянском А это война спецслужб и руководства США против России И кто подставил механиков из Нигерии? Вот они, боевые негры Киселев головного мозга Наши догадки, откуда у украинских карателей в так называемой зоне АТО Эпидемия венерических заболеваний, о которой мы рассказывали в прошлой программе, подтвердились Как на канале Live News мост в Горловке взрывали Силами ополчения было принято решение уничтожить, дабы не дать противнику занять позиции здесь уже в черте города И что из этого получилось? Украинские силовики уничтожали транспортные переправы, взрывая их И, наконец, фронт вранье Наши вооруженные силы по-прежнему соблюдают минские договоренности В ответ на провокации огонь не открывают Свежие фейки с передовой А что это может за оружием? Байя Это антизомби Территория без пропаганды Украина готовится к тяжелой зиме И с наступлением холодов главный вопрос, чем там будут топить дома? Целый год, не особо подбирая выражения, кремлевская пропаганда и миллионы зрителей с нетерпением ждали Когда же, наконец, Украина замерзнет без российского газа Чем ниже столбики термометров, тем активнее чиновники предлагают свои способы преодоления энергетического кризиса В отсутствии фантазии Киев не упрекнуть Призывы чиновников переходят в угрозы Теплые квартиры могут обойтись украинцам слишком дорого Петросянили чуть ли не до апреля, а потом, как ужастики, принялись показывать украинские платежки за коммунальные ресурсы Теперь оплата услуг ЖКХ для однокомнатной квартиры сопоставима с минимальным размером пенсии И хотя в самой России добывающий газ тарифы ЖКХ часто даже выше Сердобольные зрители, глядя телевизор, нарадоваться не могли Как же подфартило с коммуналкой жителям оккупированных территорий? Те платежки, которые принесут в апреле на Украине, разница у населения между нашим и населением Украины 300% Пока лидеры боевиков били себя в грудь и с пеной у рта доказывали всем о самодостаточности молодых республик Мы в состоянии сами оплачивать газ, то есть Российской Федерации Газпром принялся выставлять Украине счета за газ, потребленный на оккупированных территориях Долг украинского нафтогаза уже составляет 200 миллионов долларов Но как только речь зашла о деньгах, недогосударства тут же превратились в неотъемлемую часть Украины Это области в составе Украины, там потребляется газ О празднике жизни за чужой счет прямо сейчас в антизомби Представители самопровозглашенных государств подчеркивают Они не признают президента и парламент Украины Донецкая и Луганская республики являются независимыми государствами Начинали за здравие, а получилось как всегда Бантерцы не за что купить, кормить не за что, вообще ужас А сейчас банан один купила, вот, дорого очень Спустя год после кочевания триколоров по улице Артема в Донецке Они требуют провести референдум об определении дальнейшего статуса региона Выступающим говорят о необходимости федерализации страны И истеричных криков хватит кормить Киев Мы Бандеровскую власть не признаем Хотим, чтобы бюджет оставался в Донбассе, чтобы мы не причиняли Киеву Теория о самодостаточности этих кусочков Украины лопнула, как мыльный пузырь Пока мы еще находимся в древней войне И мы зависим пока от курса гривны И хотя перед камерами Захарченко с Плотницким продолжают лихо бить себя в грудь, увешанной орденами Наша задача, опять же, всеми доступными нам силами и средствами освободить всю нашу территорию и гарантированно ее защищать Псевдоправительства двух недореспублик уже не стесняются присылать в Киев платежки, скажем, за использованный газ Но Киев эти поставки признавать отказался А каналы пропаганды, используя титр Донецкая народная республика, буквально тут же показывают представителей Газпрома Поставки газа на юго-восток Украины должен оплачивать Киев Позиция Газпрома в этом вопросе останется неизменной И вот же чудеса, оказывается, никаких народных республик уже нет Логика должна быть какая-то? Нет, тут политики никакой нет, да? Это области в составе Украины, там потребляется газ И это, вышлите денег? Я считаю, что здесь другого варианта быть не должно С деньгами за коммунальные услуги история получается еще интереснее Ведь чуть ли не всю зиму кремлевские каналы чуть ли не хором рассказывали Газ, закачиваемый в Донецк и Луганск, не что иное, как братская помощь Газовая поддержка стала неожиданным сюрпризом не только для простых граждан, но и для сотрудников этой отрасли Прошло всего ничего, всего-то пару месяцев И эти же люди в этих же студиях, не моргнув и глазом, поведали миру Киев снова должен России за газ Россия, Украина платить не планирует И угадайте с одного раза, как это связано с тем, что еще недавно называли гуманитарной помощью Поставки газа на юго-восток Украины должен оплачивать Киев Выходит, братская любовь по-русски все же стоит денег И отдавать их почему-то должны не молодые псевдореспублики, а ненавистные хунты и каратели Российская позиция, она всегда пытается навязываться украинской стороне Чтобы она была кабальной для Украины и супервыгодной для России И это все называется братскими отношениями Ну а дальше начинается самое интересное Каким-то образом проконтролировать, сколько газа на самом деле зашло из России на оккупированные территории, Украина не может Поставляет Газпром или говорит, что поставляет, мы не можем узнать наверняка Потому что они поставляют трубопроводами, которым нет доступа украинской стороны Ведь ту же газоизменительную станцию Платова давным-давно контролируют боевики Это же подтверждают и в Газпроме Мол, согласно базовому договору Донбасс Трансгаз сам способен выставлять поставщикам необходимые объемы Газпром действует на основании заявок В том числе и сопоступающих с украинской стороны От диспетчерского управления Донбасс Трансгаза Вот и получается, что за по сути бесконтрольную трубу денежки качают как раз из Киева Позиция Киева как минимум странная Вы решили помочь Донбассу, так это ваша благотворительность Причем как только речь заходит о деньгах Все упоминания о якобы независимых государствах на федеральных каналах исчезают Киев себе ответственность снимает, будто бы это уже не территория Украины Мол, это же ваши земли, извольте заплатить Из Москвы же мягко попытались намекнуть Это ведь ваш Юго-Восток Похожая история и с электроэнергией Ведь несмотря на вот такие перемоги по российским каналам Жители ЛНР больше не зависят от трансформаторов поселка Счастье Который контролируют украинские силовики Большая часть оккупированных территорий получает электроэнергию с украинских ТЭЦ Скажем, в Донецк свет идет из-под контрольного Киеву Куракова А вот уголек для бесперебойной работы ТЭЦ боевики поставлять не спешат Для республики уголь главный источник дохода Тактика беспроигрышная, бесплатный свет вы и так даете, а уголь для него мы вам еще и продадим Мы готовы продавать уголь, давайте деньги Но вот же незадача, куда при таких раскладах идут денежки за коммунальные услуги, которые на оккупированных территориях собирают с невиданным пристрастием Мы все обязаны платить коммунальные услуги, хотим мы, не хотим, мы вынуждены это делать Хотя, почему собирают? Скорее, собирали, собирают и будут собирать Это долговая яма, долг растет, его придется рано и поздно платить, никто их не простит и не спешит никогда Где-то надо платить, а денег нет, за все надо платить, да что это такое? Под насмешливое улюлюканье по телевизору о повышении коммуналки в Украине Жители территории подконтрольных боевикам ломают голову, покушать или все же заплатить А платежки идут, платите коммунальные, а с чего я заплачу, если мне на хлебник? Теперь сюжеты о том, куда правильно занести денежки на местных каналах, недореспублик крутят с завидным постоянством Через эти у нас были кассы работали, можно было пробовать, и так же сегодня начинает работать банковская система А с теми, кто и в без того сложное время, глядя на космические цены, делает выбор в пользу еды, в процветающих молодых республиках разговор короткий В городе Луганске проводятся рейдовые отключения домов с большими площадями, жилых домов, в которых имеется задолженность за потребленную электроэнергию И хотя безработица на оккупированных территориях, кажется, растет пропорционально увеличению ширины лиц Плотницкого и Захарченко Деньги на коммунальные платежи людям все же приходится где-то доставать Для людей, которые там, деньги сбивают очень жестко Просто очередная схема по обиранию людей Вот только куда идут собранные миллионы, если счета выставляют Киеву? Поскольку мы и на границе не можем контролировать этот учет, эти линии не учитываем в наших расчетах с Российской Федерацией В лучшем случае, часть этих денег через месяц-другой выдадут в качестве зарплат, но, скорее всего, все куда прозаичнее Эти деньги сейчас пойдут Мотороле, его жене, на покупку новой машины, или жене Захарченко шубу норковую надо привезти Ведь если посудить здраво, откуда у боевиков деньги на дорогие машины с женом и показной шик? Неужели честным трудом заработали? И кажется, это тот самый случай, когда быть защитником Донбасса по-русски выгодно, как никогда Смотрите дальше, как бравые ополченцы на российских каналах с армии США воевали До этого я видел только в американских фильмах и в интернете Здесь имел счастье понаблюдать Кому выгодно петь песни о священной войне? Надо понимать, что это не война Бандеровцев со Славянском, а это война спецслужб и руководства США против России И кто подставил механиков из Нигерии? Вот они, боевые негры Киселев головного мозга Наши догадки, откуда у украинских карателей в так называемой зоне АТО эпидемия венерических заболеваний, о которой мы рассказывали в прошлой программе, подтвердились Как на канале Live News мост в Горловке взрывали Силами ополчения было принято решение уничтожить, дабы не дать противнику занять позиции здесь уже в черте города И что из этого получилось? Украинские силовики уничтожали транспортные переправы, взрывая их И, наконец, фронт вранье Наши вооруженные силы по-прежнему соблюдают минские договоренности В ответ на провокации огонь не открывают Свежие фейки с передовой А что это может за оружием? Байк Это антизомби Территория без пропаганды В разведке есть доказательства присутствия западных военных и поставок западного оружия украинской армии Большинство из засевших там это иностранные наемники, а у взлетной полосы якобы стоит американский танк Два варианта. Либо Америка дала оружие Украине, она пользуется, либо с этим оружием это приходит замерить Если верить кремлевским каналам, то третья мировая война уже началась Америка готова к бесконечному поединку с Россией Только такой вывод можно сделать из секретного протокола Сутками напролет среди терриконов Донбасса за русский мир боевики воюют не только с киевскими карателями, но и с армией Соединенных Штатов Америки Это не афишируется нигде Они возомнили себя властелителями мира Америка, она научила эту киевскую хунту, как спровоцировать людей на бойню, на гражданскую войну И стоит ли удивляться подобным басням от простых людей, если даже советник президента России в эфире Центрального телеканала поет те же песни Только надо понимать, что это не война Бандеровцев со Славянском, а это война спецслужб и руководства США против России Видеть во всех своих бедах руку Америки в России приучают с детства Кто виноват в том, что происходит на Украине? Кто-то конкретно виноват? Или ситуация просто сложилась? На самом деле это ничего не сложилось, это всего лишь США Ведь любые проблемы и неудачи проще всего объяснить вездесущим внешним врагом Везде американский след, везде пахнет американцем Да и воевать с жителями Днепропетровска или Запорожья не так романтично, как почти с киношным морским котиком армии США Зачем тебе воевать с Киевом? Я не с Киевом, Киев не вообще по барабану Я с Америкой О священной войне российской пропаганды прямо сейчас в Антизомби Сенат США выделяет Украине 300 миллионов долларов Эта неделя на российском телевидении прошла под девизом «Вот, а мы же вам говорили!» Задержимся на американских новостях Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи Решение Сената Соединенных Штатов предоставить Украине летальное оружие На федеральных каналах не прокомментировал только ленивый Помогать Украине теперь будут в том числе и летальным оружием И ничего, что российские танки вот уже год бороздят в степи Донбасса А фраза «У укропов отжали» уже стала анекдотичной Российское телевидение очень любит рассказать, с чего стреляет украинская армия Что там британская, польская, американская оружие Но российскому смотрящему никогда не показывают, чем властно воевать боевики Ведь по версии кремлевских каналов именно Соединенные Штаты хлебом не кормит Дай только подлить масло в огонь Поправки к новому бюджету предусматривают поставки Киеву, техники, стрелкового оружия, гранатометов, а также противотанковых комплексов Впрочем, совершенно непонятно, почему именно это решение Сената вызвало такой ажиотаж в Кремле В Киеве уже потирают руки и ждут 1 октября Ведь следуя их же рассказам, американская техника и солдаты давным-давно воюют в Донбассе Было найдено оружие, которое украинской армии, ну, в регулярных войсках, она, ну, не стоит на вооружении А значит, ничего нового Или все же придется признать, что все, что бралось непосильным трудом, все пропало Российское производство пропаганды очень хорошо создает виртуальные мифы и гадает ними население Понятно, что те, кто делает эти программы, те, кто говорит комментарии и заявки, они знали, что американских оружий особо нет Если была какая-то помощь, это были нелетальные средства Пугать Америкой все живое у телевизора каналы пропаганды начали еще с прошлого года А вы знаете, кто в Донецком аэропорту воюет на стороне Украины? Это натовцы, там чистые натовцы воюют Редкий выпуск новостей или вечерних ток-шоу обходились без вездесущих подданных Барака Обамы Среди вооружения ополченцы обнаруживают несколько 155-мм гаубиц натовского производства и боекомплекты к ним Времени передохнуть неуловимым американцам российская пропаганда не давала ни минуты В Донецке и Луганске уже давно говорят о том, что на передовой можно встретить солдат в форме НАТО То аэропорт они вместе с поляками защищают Смогли поймать сигнал нескольких раций Там была как минимум польская речь, слышался также и английский язык Тот же Эвелин без одобрения Сената укради Танк подбит американской управляемой ракетой В посадке траки, все что осталось, экипаж собрали в мешок Наконец американцев стало настолько много, что неких сотрудников ЦРУ Боевик Захарченко якобы даже помиловал с барского плеча Один из них действующий сотрудник ЦРУ, второй завербованный ЦРУ, ну в принципе послан сюда И вся эта миссия на самом деле была разведка Соединенных Штатов Америки Правда у всех этих историй есть один существенный минус За целый год войны ни одного из целых полчищ американских солдат российская пропаганда так и не показала В этой форме на линию соприкосновения как минимум должен приехать сам Марпех Что стало с ним потом загадка, но то, что он здесь был, факт Украинские пленные есть Сегодня ополченцы предоставили возможность журналистам встретиться с одним из бойцов ФСУ, захваченных в плен Заблудившиеся российские десантники тоже, причем в больших количествах Приехали в РСУ, сказали учение Но где же, позвольте, прячутся эти неуловимые американские мстители? Они в полоне в телевизоре, они живут в телевизоре, они воюют в телевизоре И наибольшая сила российской армии, что в этом же российском телевизоре Российская армия перемогает американских солдат Но затея в большую игру градус приходится поддерживать регулярно Именно поэтому по числу фейков на единицу площади Басни про американских военных в Украине впереди планеты всей Абрамс до этого я видел только в американских фильмах и в интернете Вот канал НТВ не так давно радостно ошеломил зрителя сенсационным разоблачением Местная жительница сняла из окна построение солдат в натовской военной форме прямо на улице города Прямо во дворе одной из харьковских гостиниц удается снять на мобильный телефон Якобы тех самых американских наемников Вот они, боевые негры, кто воюет на Украине Уж не они ли в Дебальцево на БТРе танцевали? Едет БТР по улице, на нем танцуют пьяные негры и на тебя автоматы наставляют Пока всей России пились в экстазе, засматривая до дыр якобы убойное доказательство В сети появились вот эти фото Механики из Нигерии, приехавшие на практику на один из украинских заводов И подумать не могли, как быстро ребятки из Останкина превратят их в американский спецназ Как-то не сложились дела у российской пропаганды и с другими доказательствами Чуть ли не каждый день на русских каналах подбивали то Черную Пантеру Это что-то новое и скорее всего не наше Они его прозвали Черная Пантера, теперь мы охотимся на Черную Пантеру А то Абрамс Но разве что атомные подлодки в местных прудах еще не топили Но ждать этого эпохального события, похоже, осталось недолго Подбили здесь Абрамс, получил он выстрел РПГ-7 БОК Казалось бы, что может быть проще, чем взять и сфотографировать уже сгоревший танк Но за все время войны ни одной фотографии Вот и приходится даже стрелковое оружие за сенсацию выдавать Ополченцы обнаружили в аэропорту винтовки американского производства Команданта Захарченко тоже вставил свои пять копеек Кононов Владимир Петрович показал трофейное оружие, захваченное в аэропорту Американские пулеметы, винтовки М-16, М-4, пистолеты импортного производства Правда, прежде чем нести такое, главарь террористов мог бы проконсультироваться, скажем, с якобы пленными сотрудниками ЦРУ Два человека были отпущены в преддверии празднования 9 мая Они бы поведали ряженому генералу, что купить такие винтовки свободно может даже сам Захарченко Паша Губарев, ну и, конечно же, третий мушкетер После такого можно будет и друг друга в плен брать Хотя, если верить российским каналам, такие руссо-туристы облику мурали А вот американские инструкторы, конечно же, нет Тяжело поймать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет В отличие, кстати, от армии американской, которая официально высадилась во Львове и неофициально присутствует на Донбассе Стоило некоторое время назад гостям из Соединенных Штатов заехать на полигон Во Львовской области, как федеральные каналы пропаганды, кажется, потеряли последнюю нить, связывающую их с реальностью Помимо канала Министерства обороны «Звезда», эту же историю фактически слово в слово повторил и канал РЕН-ТВ Вот только делая страшные обвинения, там даже не удосужились предоставить хоть какой-нибудь факт Ни в криминальных сводках, ни в соцсетях, помимо перепечаток этих же сюжетов, никакой информации Но не стоит удивляться, если что-то подобное в скором времени не сварганят, например, и о Мариуполе По крайней мере, удочку они уже закинули Бой под Мариуполем летом этого года За кадром звучат команды на английском А клюет на российских каналах строго по указке из Кремля Америка моя родина Ну смотри, чего хорошего твоя Америка дала миру, ну кроме Айфона Пока новая порция добровольцев, насмотревшись с телевизора, едет на священную войну Мне сказали, что американские войска зашли на территорию Донецкой и Луганской области Некоторые брать билеты пока не спешат Ведь пока ольгинские боты плачут над словарем армянского языка А ручные политологи думают о ереванской хунте и карателях На российских каналах уже успели найти и в Армении американский след Чем ту же Америку заинтересовал далекий Ереван? И то ли история повторяется, то ли в Кремле решили не переписывать сценарий, а просто поменять в нем название страны Ведь если народ всему верит, зачем ломать проверенные еще Геббельсом методы пропаганды? Смотрите без перерыва на рекламу Киселев головного мозга Наши догадки, откуда у украинских карателей в так называемой зоне АТО Эпидемия венерических заболеваний, о которой мы рассказывали в прошлой программе, подтвердились Как на канале Live News мост в Горловке взрывали Силами ополчения было принято решение уничтожить, дабы не дать противнику занять позиции здесь уже в черте города И что из этого получилось? Скраинские силовики уничтожали транспортные переправы, взрывая их И, наконец, фронт вранье Наши вооруженные силы по-прежнему соблюдают минские договоренности В ответ на провокации огонь не открывают Свежие фейки с передовой А что это может за оружием? Барен Это антизомби Территория без пропаганды Арестованный Медведька давно известен своими гьярыми ультраправыми взглядами Он член группы С-14 Был членом самообороны Майдана Активист нацистского подразделения С-14 Это была неделя всепобеждающих темников Ветеран Майдана и правого сектора тоже участвовал в карательной операции на востоке страны В составе добровольческого батальона Киев-2 Когда выпуски новостей на всех федеральных каналах, несмотря на логотип вверху экрана, были похожи, как две капли воды Американский телеведущий Чарли Роуз в этот день не удержался Превратил дискуссию в собственное интервью с российским президентом Словно загипнотизированный пристал к Путину и вел с ним персональное интервью Одни и те же люди в качестве экспертов кочевали с канала на канал Урезаем расходы на избюджет Поехать к родственникам в сельскую местность уже дорого И даже комментарии людей в сюжетах странным образом оказались одинаковыми Мне надо будет платить 3000 гривен ежемесячно, только за отопление Ничего удивительного, ведь на фоне долгов 50 миллиардов и ареста российского имущества в европейских странах Российскому зрителю нужно было срочно показать всю мощь своих многоходовок Общая сумма подписанных всего за три дня контрактов составила около 300 миллиардов рублей Конечно, на таком фоне сообщения об арестах имущества или замораживании счетов Выглядели скорее как мелкие пакости И мастера пропаганды, как говорится, на опыте, как могли, справились с поставленной задачей Чего стоит лишь одна цифра Физический объем несырьевого экспорта из России вырос в первом квартале этого года на 17% Правда, как обычно, без забавных фейков дело не обошлось В стране запланированы пять этапов повышения тарифов, а у людей уже сейчас денег нет О темниках, виртуальных победах и откровениях Путина прямо сейчас в антизомби Антироссийские меры практически исчерпали свой разрушительный потенциал А про блокаду уже и вовсе говорить смешно Если бы где-нибудь в мире изобрели измеритель виртуальных побед, то на этой неделе там вряд ли бы хватило шкалы Неожиданную для многих в мире крепость показала российская экономика В едином порыве сразу на всех каналах некогда великой страны сумели привычно переиграть не только Соединенные Штаты и Евросоюз Около 100 миллиардов евро убытков и еще 2 миллиона безработных Ну и американского ведущего на своем бизнес-форуме Но Чарли Роу словно не замечал неловкости Правда, победа вышла слегка осомнительной Ведь вряд ли звезда, приглашенная провести такой масштабный корпоративчик, да еще и с участием президента России, будет работать не по сценарию Первый же вопрос от модератора встречи американского ведущего телеканала CBS News Роуза о причинах кризиса на Украине А якобы спонтанные ответы Путина уже на выходных буквально не вылезали из итоговых программ Не мы являемся первопричиной тех кризисных явлений, которые имеют место быть на Украине И в этом свете очень многозначительно прозвучал ответ президента России о поставках оружия и техники в Украину Почему-то противоборствующие стороны всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда где-то находят оружие Как только будет предпринята попытка политическими средствами решать вопрос, там и оружия этого не будет А как же любимое у укропа Фаджали? Того гляди, как с Крымом получится, где местная самооборона, оружие купленное в воентурге и никакой российской армии Это были местные силы самообороны Со временем лидер нации даже не скрывал, российская армия все же была За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие Но куда там американскому ведущему, если в России даже суд в Гааге переиграть могут? Мы не признаем юридикцию этой судебной инстанции Те, кто целый год рассказывал то о госдолге Соединенных Штатов Сумму западных подачек никто никогда не считал То о внешних займах Украины Вот остается им бедным весь год ходить по миру с протянутой рукой Теперь быстро дали понять, Гаагский суд? Не, не слышали К чему вообще все эти суды и претензии? Откуда эти миллиарды, которые Россия кому-то должна? Да вот беда, указанную хартию Россия все же подписала Правда, понимая потенциальные масштабы залета, ратифицировать ее не стали А чтобы зритель не успел задуматься о цене подписи собственной страны И долги в 50 миллиардов, которые ляжут на плечи каждого из них Решать вопрос стали по старой доброй традиции Тыкнув пальцем на соседа Только один товар пока на экспорт идет хорошо Это ненависть к России И эта ненависть, понимаете, она бесценна Потому что за нее много дадут Но война все-таки еще лучше Оказывается, Украина настолько обнищала, что даже поехать на деревню к дедушке Теперь большинству уже не по карману Поехать за город отдохнуть, грубо говоря Поехать к родственникам в сельскую местность уже дорога Правда, для красочной картинки вместо толп протестующих Почему-то приходилось показывать вкладчиков одного лопнувшего украинского банка В стране запланированы пять этапов повышения тарифов А у людей уже сейчас денег нет Свою минуту славы сразу на всех федеральных каналах получила и вот эта женщина преклонных годов У меня пенсия тысячу гривен А если газ поднимут в семь раз Мне надо будет платить три тысячи гривен ежемесячно Только за отопление Нет, коммунальные тарифы действительно выросли Но что, три тысячи? Да за газ? Ну разве что у пенсионерки бизнес какой? Или мини-котельная? Пока в России есть свои внутренние проблемы Им нужно показывать И они удалось это делать Что в Украине значительно гирше Но пусть и не проверенные, зато такие пугающие цифры на российском телевидении любили всегда Точно так же, как всегда были не против двойных стандартов Не знаю, случайно ли совпадение Вот, например, ультраправые в Украине Коварные неонацисты и жестокие каратели Они носят повязки с нацистской символикой и не скрывают свои ультраправые взгляды Но вот стоит ультраправым в соседней Словакии выйти на марш против нововведений в ЕС И вуаля, недавние неонацисты превращаются в мудрых и дальновидных героев Акцию затеяла молодежь, не согласная с тем, что Еврокомиссия сверху устанавливает для стран ЕС квоты по приему мигрантов Но и это еще не все Финансовые проблемы Греции в контексте потенциального краха всей еврозоны Федеральные каналы смаковали с маниакальным фанатизмом Придется любоваться главной достопримечательностью сегодняшней лады Финансовой паникой во всей ее ужасающей красе Мол, смотрите, как все вложенные Европой в братскую Грецию денежки взяли да и прогорели В самой Греции случилась паника, потому что люди массово снимают деньги с банковских вкладов А это худшее, что может произойти со страной А тут еще и от труб из Москвы Афины не отказались Соглашение между Россией и Грецией о строительстве так называемого южноевропейского газопровода Из контекста всем и сразу становилось понятно Евросоюз вот-вот развалится И не только Греция, но и минимум пол Европы Голодными и полными слез глазами смотрят на Россию До возможного распада Европы остаются ровно сутки Пока в Таганроге и Челябинске, посмотрев телевизор, всем миром радовались якобы повороту Греции в сторону Кремля Проект, который в Брюсселе похоронили по политическим мотивам Оказался экономически выгоден странам Евросоюза И Греция лишь первая из них занялась его реализацией Сами греки, видимо, от большой любви к Москве поддержали продление санкций против России Но не отменять же в самом деле из-за таких мелочей уже озвученную победную многоходовку Греки в неофицийных разговорах все признают до одного, от политиков до обычных граждан, это не секрет Что? Мы пытаемся использовать дружбу с Россией для того, чтобы выгодно торговать с Европейским Союзом Похожая история и с задержанием потенциальных убийц Алэся Бузины Герои Майдана за решеткой После долгих истерик из цикла «Бандитов никогда не найдут» Выйти на след хотя бы исполнителей убийства Бузины, не говоря уже о заказчиках, не удается Теперь нужно было срочно придумать и рассказать, почему задержание подозреваемых это тоже плохо Этих людей, которых обвиняют в убийстве известного писателя и журналиста Алэся Бузины в правом секторе Назвали патриотами, которые заслуживают вознаграждения, а не преследования Оказалось, раскрытие убийства спустя два месяца это очень поздно Машину, из которой по предварительным данным стреляли убийцы, нашли этим же вечером Но даже несмотря на наличие в авто прямых улик, киллеров не могли поймать два месяца То ли дело каких-то несчастных восемь лет Именно столько расследовали дело об убийстве Анны Политковской И все же в деле, которое длилось почти восемь лет, точку сегодня поставить так и не удалось Да и к задержанным у российских каналов оказалась масса серьезных претензий Убивали москалей еще до того, как это стало мейнстримом Оказывается, именно эти парни вели обстрел Донецка А вот откуда? Послушайте сами Обстреливал Донецк из Артемовска Нет, ну понятно, что с географии неродного края у московских журналистов беда Но вот чтобы из Артемовска, да по Донецку Ну, разве что глазами стреляли А с чего он стрелял, меня интересует? Смерчем? Ну а дальше было самое интересное В начале Дмитрий с канала «Россия-1» наглядно подтвердил существование диагноза киселев головного мозга Наши догадки, откуда у украинских карацев в так называемой зоне АТО эпидемия венерических заболеваний, о которой мы рассказывали в прошлой программе, подтвердились Поскольку безнаказанность для майданутых нормы жизни, то все еще впереди А потом явные признаки этого заболевания обнаружились и у журналистов Live News В Горловке открывают первый мост, восстановленный после боевых действий Здесь в очередной раз показали логике Кузькину мать и подняли новую планку в умении противоречить себе же На прямую связь со студией из Горловки выходит наш специальный корреспондент Сергей Давыденко Вот диктор строго по методичке сообщает, что бравые ополченцы восстановили мост, когда-то подорванный коварной хунтой И во время спецоперации украинские силовики уничтожали транспортные переправы, взрывая их Но корреспондента с места событий явно забыли предупредить, как нужно подавать эту новость И к ужасу ведущего он начинает рубить правду матку Этот старый мост был взорван ровно год назад, когда украинские силовики пытались зайти в Горловку И силами ополчения было принято решение уничтожить Принято решение уничтожить Уничтожить А теперь давайте сравним показания Украинские силовики уничтожали транспортные переправы, взрывая их И силами ополчения было принято решение уничтожить, дабы не дать противнику занять позиции здесь уже в черте города Но самое интересное в другом, покопавшись в архивах, не сложно найти, что же рассказывали о взрыве этого моста год назад каналы пропаганды В Горловке ополченцам пришлось взорвать мост, чтобы помешать наступлению украинской армии И вот же чудеса Всего за год смышленые боевики превратились в украинских военных И слушая этот концентрированный бред, можно смело сказать Если и такое не стесняются показывать, то все это только присказка А сказка, она еще будет впереди Смотрите дальше Фронт вранья Наши вооруженные силы по-прежнему соблюдают минские договоренности В ответ на провокации огонь не открывают Свежие фейки российской пропаганды с передовой А что это может за оружие? Бай Это антизомби Территория без пропаганды Украинская артиллерия снова всерьез Всерьез принялась за Донецк Выстрелы из АГС, снайперские дуэли и уже привычные стрелковые бои Киев вновь усиливает артподготовку После выноса боевиков в Маринке пыл последних значительно упал Мы даже не контратакуем сегодня Мы чисто с позиции, мы не на шаг туда не приблизились к этой земле И в компании «Рюмашки» надгрызенного хлеба кирпичика и фортепиано Эти ниндзя-чебурашки кремлевского засола участвуют в постановках канала «Лайф Ньюз» Пережившие только что очередной массированный обстрел Бойцы-пятнашки все-таки уговаривают Ставрика сыграть на музыкальном инструменте Правда, на подобные творческие штуки московских корреспондентов тянет нечасто Импровизировать получается на достойном уровне Ведь если заморачиваться на съемки с дронами На привычные фейки времени может не хватить Очередное попадание после ночного обстрела в завод, который называется «Зенит» Вот, например, канал «Звезда» точно знает, как дешево и сердито угодить кремлевским хозяевам Сдавать Донбасс никто не собирается А непотопляемому Дмитрию Киселеву для качественных прогибов, кажется, пришлось освоить азы медицины Наши догадки, откуда у украинских карателей в так называемой зоне АТО Эпидемия венерических заболеваний, о которой мы рассказывали в прошлой программе, подтвердились О фронте вранья российской пропаганды прямо сейчас, в антизомби Наблюдатели УБСЕ снова отмечают грубое нарушение минских договоренностей киевскими военными Были хорошими и вдруг резко стали плохими Некоторые жители в буквальном смысле, не сдерживая эмоций, пытались до них достучаться Как надоело это все! Сколько же мы вазы! Давай, сбылай! После нескольких месяцев массового экстаза с целью приписать себе поддержку наблюдателей УБСЕ Миссия УБСЕ подтверждает обстрелы Донецка с украинской территорией Когда даже комментарии российские официальные лица сознательно писали на фоне членов мониторинговой миссии Когда появляются представители УБСЕ, совместного центра, обстановка стабильна Федеральные каналы вдруг поменяли пластинку Интересно, что официальное заключение УБСЕ после конфликта в Марьино не было почти двое суток Недавние герои из УБСЕ теперь превратились в тунеядцев и предателей УБСЕ! Выходи! УБСЕ! Снимите розовые шти! Да и очередные отчеты международных наблюдателей явно идут вразрез с кремлевской политикой партии Впрочем, отчеты мониторинговой миссии чаще всего носят нейтральный характер Конкретную информацию, явно указывающую на обстрелы со стороны украинской территории, удается получить лишь после уточняющих вопросов Вот и на этой неделе оказалось, пока на российских каналах невинные боевики чуть ли не из рогаток стреляют В ответ ополченцы тяжелую технику не применяют Приказ командования не допустить эскалации Наблюдатели УБСЕ не просто зафиксировали исчезновение тяжелой техники террористов, но и ее активное перемещение Причем в Старобежевском районе, откуда можно нанести удар и по Волновахе, и по Мариуполю Следуя отчету, боевиками формируется ударная группа Но, как говорится, свято место пусто не бывает, а в кремлевской пропаганде тем более Сегодня Киев потерял главного аналитика своих вооруженных сил Вот и на замену неоправдавших надежд наблюдателей УБСЕ был экстренно брошен вот этот бродячий цирк Генерал-майор украинской армии, бывший помощник министра обороны Александр Коломеец Далеко не первый и, как сам утверждает, не последний, кто перешел и еще перейдет на сторону ополченцев На федеральных каналах решили не мелочиться и сразу дали понять, воевать в украинской армии больше некому В рядах украинской армии наблюдается разлад Сотни киевских солдат массово переходят на сторону самопровозглашенных республик Вот эта грядка зеленых человечков была подана чуть ли не элитой вооруженных сил Украины, перешедшей на сторону боевиков Все генерал-офицеры, которые понимают преступные действия власти, не хотят воевать Правда, при элементарной проверке оказывается, если это и бойцы, то очень невидимого фронта Свои батальоны, так называемые бандеровские, они так и называют наши фашисты Вот, например, самого болтливого из новых героев вымышленной Новороссии Александра Коломийца С нынешней украинской армией связывает разве что повышенная пенсия Бывший советник министра обороны времен профессора Януковича в последние годы воюет разве что с колорадскими жуками на даче А вот этому полковнику, как и в песне, вряд ли кто-то пишет Будем заниматься защитой населения, защитой своей земли, своих семей всего Донецкого края Ну хотя бы потому, что якобы видный украинский силовик Евгений Кудинов на самом деле бывший сотрудник МЧС Причем по работе с персоналом А судя по тому, что все последние годы об этом специалисте по работе с персоналом активно упоминала Донецкая пресса Есть подозрение, что на эту пресс-конференцию этот псевдовояка перебежал не с украинской армии, а из своей Донецкой квартиры Никого они показали, они жодным, жодным чином не мают отношения до украинской армии, жодным Тут бы фейкометом и дух перевести, но канал звезда старается не покладая рук Сдавать Донбасс никто не собирается Да и какие могут быть выходные, когда коварные каратели изголодались, так что уже принялись похищать скот у мирных жителей Донбасса Но по крайней мере статья с таким заголовком появилась на официальном сайте канала Вот только элементарная проверка фотографий показала, канал звезда снова пробивает дно Ведь в оригинале этот снимок появился еще осенью прошлого года А давайте присмотримся, кого там на самом деле несут бойцы во время учений в Одесской области Неужели скот, похищенный у мирных жителей, как рассказал нам российский канал? Сопоставив две фотографии, нельзя не отметить уровень фотошопа на официальном канале Министерства обороны России Даже в тех сюжетах, где не было фейков, российские каналы не изменяли себе А по журналистам, киевские силовики стопроцентно откроют огонь, такой парадокс этой войны Все те же неуловимые польские наемники Справа находятся у нас поляки Имперские флаги над постами, где якобы стоят местные жители И откровенно показной пацифизм Провоцирует, чтобы завязался бой, якобы, чтобы мы нарушили местные договоренности Которые мы не нарушали и нарушать пока не собираемся Наконец был и один особый сюжет На годовщину гибели своих коллег у поселка Металлист Канал Россия-1 подготовил специальный материал Скорбная дата для вестей нашего канала и всего российского телевидения Без суда и следствия здесь прямо рассказали, кто и почему убил журналиста и звукооператора Палили прицельно, охотились именно за нашими журналистами Конечно, ничего другого от Киселева и компании ожидать не стоило Если бы не вот эта громкая фраза Не хотели, чтобы в России и во всем мире знали правду о том, что происходило тогда на Украине А ведь как сильно она режет слух на фоне последнего сюжета погибших журналистов Уничтожают мирное население, вырезают женщин, детей Всех подростков 16-летнего до 50-летнего возраста вырезают полностью И как противно слышать вот это Чтобы в России и во всем мире знали правду На фоне всего того, что каждый день на протяжении целого года рассказывала российская пропаганда Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, трусика в футболке Можно лишь представить, сколько людей с обеих сторон погубила такая вот правда Ведь именно ложь по телевизору и убеждала многих брать оружие Ложь, которая, судя по этим словам Чтобы в России и во всем мире знали правду Они гордятся всей душой И напоследок хит недели После того, как духовную Россиюшку буквально взорвал танец оренбургских школьниц Пользователи всемирной паутины отыскали и вероятного постановщика действа И пусть на этой фотографии Михаил Задорнов не в костюме пчелы Техника тверкинга видна невооруженным глазом Не надейтесь на то, что ваших детей воспитает школа, слышите все Куда же смотрел в свое время депутат Милонов? В отличие от невнимательных коллег, министр Лавров всегда на чеку Ни одно преступление киевской хунты не пройдет мимо опытного дипломата Ну есть какие-то результаты? Конечно, вот салом угощают Вот и на этой неделе злосчастный бандеровец Усик и карательный отряд украинские атаманы При полном попустительстве хунты избил сразу же четырех русскоязычных мальчиков в трусиках И вот это все на маминых глазах Общими усилиями федеральные каналы уже отыскали маму мальчиков Я обращаюсь к президенту Российской Федерации В Кремле раздумывают, стоит ли созывать по этим фактам внеочередной съезд ООН Вместе с каналом РЕН-ТВ, как обычно, не против накатить кумысы и не только видный новорос с позывным «Что?» Надо понимать, что... Мьюсы на Донбассе, что... Мы нарушены... Что? Известный широкой публике, как Олег Царев, бывший народный депутат Верховной Рады После института, ну, со светлыми глазами, глазами Иисуса Христа Адептам секты свидетелей хунты и карателей этот товарищ принес печальные вести Заморозили проект Новороссии Проект «Новороссия» закрыт кремлевскими хозяевами Желающих процветать в русском мире с каждым днем все меньше и меньше Все это по той причине, что Новороссия, парламент Новороссии не предусмотрен минскими соглашениями Субтитры создавал DimaTorzok